Доброе утро, Страда! Привет всем! Рома, начинает говорить, что студия 156 в прямом эфире, это значит, пора просыпаться навстречу солнцу, навстречу вашим успехам и вашему хорошему настроению. Сегодня мы одеты в ламоду. В ламоду одеты, все одеты в ламоду. И сегодня, друзья, мы поговорим о том, кому дома стены не помогают. Ну, тихо я разговариваю. Кому дома стены не помогают, мы поговорим о казахстанцах, которые живут, работают за рубежом, либо на обе наши стороны. И будем общаться с ними непосредственно в этом эфире, спрашивать, как оно, каково это и почему. Да, если вдруг вы долго жили за границей и вновь вернулись на родину, расскажите, как там живут наши казахстанцы. Ну и вообще, поднимайте друг другу настроение. Сегодня здесь в прямом эфире все для вас, это студия 156. Лучшее утреннее шоу страны. И мы... Начинаем! Начинаем! Поехали! Вновь приветствуем всех тех, кто только что переключился на самый лучший развлекательный телеканал ХИТ-ТВ. Телефон студии прямого эфира 267-60-67, 267-60-68. Сегодня, как мы уже сказали, объявили в самом начале, у нас главный вопрос возник. О казахстанцах, которые работают за рубежом, творят, зарабатывают деньги, может быть, учатся и работают. Каково это? Мы хотим знать ваше мнение, нам очень и очень интересно. Да, звоните, рассказывайте. Прямой эфир будет длиться ровно час. И ровно час мы будем обсуждать не только о наших соотечественников, но и говорить, как легко выучить иностранный язык и вообще, как это помогает в жизни. Я всегда считала, что если ты знаешь очень много иностранных языков, значит, тебе в жизни повезет. А если не знаешь, где купить два билета на концерт Нюши, то знай, что твоя интересная история сможет приблизить тебя к вот этой звездочке российской эстрады. Между прочим, два только у меня здесь, а еще два-то на столе. Поэтому всего мы сегодня разыграем четыре билета, и это отличная новость, с которой стоит проснуться. Билеты мы сегодня выиграть не сможем, мы, в частности, ведущие, но мы сможем вспомнить разные приключения, которые происходили с тобой, допустим, Ром, за границей. А, происходили? Ну вот, допустим, ты встречал своих соотечественников, и как ты реагируешь на них, и как они реагируют на друг друга? Да, классно вообще, так объединяет. Да? Когда находишься в другой стране, встречаешь казахстанца, откуда бы он ни был, это всегда так круто, обсудить что-то там, сказать, эй, да сын халмас халай, а, о, там, да, повспоминать кухню, потому что, как правило, ну, ее там нигде нет, например, там, вот, сейчас домой бы приехать, бежь бы, как бы, скушать. Была одна история, я однажды бежал с чемоданом, я опаздывал на поезд, можно я чуть-чуть скажу, где это было, это был Гарде Леон, это был Париж, я опаздываю, рядом бежит девочка, это же вы работаете на Ки-ТВ, это был шок, это был шок, реально. Ничего себе. Причем она за Ромой из парковки бежала, конечно. Нет, из Казахстана. Да, это был шок, это было много лет назад, где-то год в 2006, да, и я, и вот, да, все. Слушай, ну, многие, действительно, наши соотечественники, будучи уже там в Америке, в Англии, еще где-то, они прям плотно наблюдают за деятельностью телевидения, артистов, за кинематографом, то есть им прям вот хочется поучаствовать, потому что они чувствуют себя отдаленными от дома, и это очень здорово. Я была в Китае, и мы также встретились с нашими казахстанцами, и это была неимоверная вечеринка, потому что они до боли соскучились по своим, и они прям все расспрашивали, все выспрашивали, хотя, в принципе, все интернет, все доступно, ты можешь быть в курсе, да, всего, но им важно вот прям вот посидеть рядом и поговорить. Поэтому, если вы вдруг вернулись с какой-то страны или, наоборот, уехали, потому что, кстати, нас смотрит в Австралии моя подруга Фаина, она всегда нас смотрит по утрам. Та самая Фаина, про которую спела группа Нана? Фаина, Фаина. Даже столько лет Фаине. Фаин, спасибо тебе большое за то, что ты вечером эфир смотришь и стараешься и утром встать где-то посмотреть. Ну, в общем, спасибо тебе большое. Может быть, прямо сейчас, Австралия или другой. Конец света, привет. Леш, у тебя какие новости есть по поводу того, что... У меня сегодня новость следующая, поскольку наша всеми любимая, уважаемая, очаровательная дядя устала готовить за вчерашний день, сегодня на кухне я ее заменяю. И у нас сегодня, друзья, клофути с вишней. Клофути? Клофути, Клофути, Рома, Клофути. Леш, просто я знала. Это знаешь, как вот... Клофути. Врути-тути там. Причем, знаешь, тенденция выдерживается. То есть я предыдущие все разы готовил пироги, сегодня немножко мы съезжаем с темы. Это наполовину пирог, наполовину запеканка. То есть я сегодня вас удивлю. И это все, опять-таки, благодаря нашим друзьям, что нам Ном Кейзет. Together forever? Да. А скажи по поводу того, что когда ты был за границей, ты работал же много где. Когда начались первые международные гастроли... Во! ...хотел... Все знают нашего коллегу по программе Кайл Айсен, да? Антона Павлова. Антон первый раз был за границей. Это было нечто. Человек хотел зафиксировать каждое впечатление. Он мало спал. А потом мы когда попали... Это было в Южной Корее, в Сеуле. Там есть подобие Диснейленда, называется Lotte World. Человек был в шок. Он с камерой вот так вот. Это вот знаете, как утрированный прям турист такой вот прям, который с фотоаппаратом ходит. У них фотоаппарат обычно здесь висит, да? И они вот раз, там пошел, посмотрел, два фотографию сделал у этого видеокамеры. Она не отлипала от глаза. Мы шли по Lotte World, нам интересно куда-нибудь на американские горки пойти, на вышку свободного падения. Этому интересно все. Каждый шаг, каждый сантиметр он шел с камерой и все снимал. Мы просто вот так по очереди менялись в виде, там, то за куртку, сзади, там, чтобы он вот так вот задом шел снимал. А там за плечо, то есть человек не мог отвлечься. Пока вы реальные эмоции получали, человек смотрел на окружающий мир через призму камеры. Да. Да. Леш, а вот то, что я передала тебе сегодня готовить? А! Клафути с вишней, да. Клафути? Я понимаю, что клафути это мало о чем говорит. Этот рецепт потребует всего 3 яйца, 1 треть стакана сахара, 1 чайную ложку ванильного экстракта, стакан сливок, тесто будем делать на сливках сегодня, ну и чуть-чуть соли, муки, сливочного масла и, конечно же, вишню. Конечно же, вишню. Все это мы смешаем. Тесто делается наподобие блинов, ну только на сливках. Потом мы аккуратненько обжарим вишенку, выложим ее по нашему... Ну, я так понимаю, что у нас сегодня не вишня, а варенье, да? Ну... Или это вишневое варенье? Это, кстати, это не просто варенье, я бы сказал, что это желе. Желе, ну здорово. Потому что оно видно, что это свежее, то есть нигде оно в банке не стояло, поэтому будет такой фреш вкус, я думаю. Ну что ж, дорогие телезрители, если у вас есть все перечисленные мамаем ингредиенты, доставайте из своего холодильника и готовьте вместе с нами здесь, в студии 156, потому что мы работаем в режиме реального времени. Это прямой эфир, и вы попали туда, куда нужно, если включили свой телевизор и наткнулись на наши веселые лица. В режиме реального времени мы также рассказываем о том, что еще произошло 9 января. Итак, внимание, 9 января родилась Симона де Бовуар, французская писательница, философ, подруга Жанна Поля Сартра. Посмотрим на нее, вот она на фото, кстати. После окончания Сарбонны в 1927 году преподавала в Марселе, Руане и Париже. За свое сочинение «Мандарины» в 1954 году она получила Гонкуровскую премию. Ну, очень новогоднее, во-первых, название сочинения, поэтому если вы думали, что прочитать, прочитайте «Мандарины». Не нужно их только есть, понимаете, не нужно кожурой бросаться, можно еще и прочитать. Телефонный звонок у нас есть, давайте поприветствуем телезрителя. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Берек. Берек, отлично. Берек, вы гости из-за границы или вы наоборот, наш местный казахстанец, где-то бывали и что-то хотите рассказать? Я гражданин Казахстана. Я сам родился в Узбекистане, автономия Карагавпахстана. Казахстан мой исторический родина. Я в 96-м году пришел как уралман. Когда война была, Великая Отечественная война, мы, наш деды, ну, советский власть был там тогда. И мы жили в Хаджилии город. Ой, у меня дедушка из Хаджилии. Правда? Мы с вами почти земляки. Здорово. Хаджилии, Нукус, Тахиаташ. Верно? Нукус, да. Нукус, это столица автономия Карагавпахстана. Я отдыхал, туристом был в Дубае. Я удивился, что из Пустина города, из Пустина сделали большой город, огромный невоскройный здание. Я первый раз попал, это было для меня очень большое чудо. Слушайте, а вы работали там, вот где-то за границей вы работали именно? Нет, я отдыхал. Я в педерзоночной гостинице отдыхал, у меня скидки сделало и отдыхал. Ну вот когда вы встречали своих соотечественников, какие эмоции вы испытывали? Радость, счастье, как будто вот семья, да, большая? Да, это было, я язык не понимаю, арабский язык, ну, английский так, средний, понимаю. Очень, пляж очень понравился, Пустина меня, Сахара, вот это. Ну что ж, спасибо вам большое за рассказ. Вы один из претендентов на елку, которую устраивает Нюша 10 января во Дворце Республики. Поэтому оставьте свои координаты, как только так сразу мы вам перезвоним в конце программы, хорошо? Хорошо. Спасибо вам за любовь к Казахстану, за своим соотечественникам, да, вообще за любовь. Хочется все-таки напомнить телезрителям о том, что мы сегодня обсуждаем казахстанцев, которые работают за границей. Потому что не нужно путать туризм с эмиграцией. Когда ты приезжаешь в председательный отель, у тебя все проплачено ровно на 10 дней. Это все, конечно, шикарно, все классно, но на 11 день может возникнуть вопрос. Кто ты такой? Ну и в принципе одно дело отдыхать, а другое дело работать. Да, 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 это разные вещи. Когда приезжает турист за границу, как бы, да, и у него там all-inclusive вполне еще, он такой, о, я хочу жить в этой стране, особенно когда человек первый раз приезжает. Да, да, да. Он такой, как классно все, но одно дело, когда ты отдыхаешь в номере. Начинает знакомиться с законами, с законами начинает знакомиться с тем, сколько налогов нужно платить в той или иной стране, и тогда, собственно... Ну, ты знаешь, вот в Китае я была по работе, и китайцы, которые живут там и говорят по-русски, они говорят, что они любят туристов. Ну, конечно. Безусловно, они приезжают оставлять там кэш, но когда ты начинаешь жить там и соперничать, то есть ты открываешь бизнес и что-то там делаешь, и где-то мешаешь, то уже гостеприимство снижается, и уже не так все безоблачно и красиво. Но, будучи там, я очень скучала по Казахстану, и я прям очень рвалась сюда. А мы скучали по очередному звонку, и он уже поступил. Давайте поприветствуем нашего очередного телезрителя. Доброе утро! Доброе утро! Привет! Я даже догадываюсь, кто это. Мне кажется, он работал в Испании, да? Ты работал в Испании? Я девочка. Почему мы поставим Камилю с девушкой? Алло! Алло! Кто к нам дозвонился? Давай, вот представься, как взрослый человек. Камиля. Камиля, это наша гостья. Камиля, конечно. Я перепутала. Мамай сразу догадался. Камиля, привет! Что у тебя произошло в жизни после эфира? После эфира, в котором ты была вот здесь у нас в гости 31 декабря? Я не узнала, представляешь? О, много чего. Тебе сказали, что ты, о, ты, Камиля, какая крутая, как ты туда попала? Одноклассники как отреагировали? Друзья? Да. А меня никто не смотрел. Все куда-то уехали. Это они из зависти. Это только с маминой работы. Ее подруга посмотрела еще. И какие эмоции были у маминой подруги? Ну, поздравила меня. Поздравила? Да. Не говорила, что она вот хотела бы оказаться на твоем месте? Обладать твоими талантами. Помните, как Камиля нам спела песенку? Камиля, ты мечтаешь работать где-то за границей? Или ты все-таки планируешь здесь, в Казахстане, трудиться? Нет, я лучше все-таки на своей родине в Казахстане останусь. Молодец. То есть, где я родился, там и сгодился, да? Да. Умничка. Мой папа дальноборщик, он застранствует по всему миру. Странчивый папа. Ему осталось только съездить в Париж. А так был везде, получается? Ну, крутой у тебя папа. Я думаю, что в конце программы, возможно, ты вместе с папой пойдешь на Нюшу 10 января. Оставь свои координаты, которые, я думаю, у нас есть, да? Ну что ж, Камиль, мы тебя целуем, обнимаем. Ага. Отлично. Каждый раз, когда ездит, встречает или друзей из Казахстана, он рассказывает. Или тогда, когда он ездил в Китай, он встретил очень много наших родственников. Случайно так, да? Мы даже не знали, что у нас так много их. Так всегда происходит. Камиль, ну, я очень рада, что у вас большая дружная семья. Пока тебе хорошего дня. Целуем, обнимаем. До свидания. Знаешь, это как шутки, да, ходят в интернете. Ищу родственников на Мальдивах. Очень уж соскучился. Да. Вот примерно так. Ищем родственников... В Париже. В Париже, да. Очень хотим. Давайте пробежимся все-таки по календарю до конца и расскажем, что еще произошло интересного в этот день. Ну, например, я начну с Сергея Параджанова. Советский кинорежиссер и сценарист тоже родился, между прочим, 9 января. Давайте фото посмотрим. Помимо фильмов Сергей Параджанов создал ряд изобразительных произведений в технике коллажа. Да, это еще не все, потому что любители рока сейчас послушают Лешу, а у Леши для вас есть информация. Да. Господа, сегодня день рождения уже... Уже. Уже наступил день рождения у Джимми Пейджа. Джимми Пейдж. Это английский рок-музыкант, аранжировщик, композитор. Очень много у него ипостасей. Также он стоял у истоков... Кого бы думали? Лед Зепплин, друзья мои. Этот человек стоял у истоков Лед Зепплин. Более того, он являлся именно... Он являлся музыкальным мозгом группы. И до сих пор включен список величайших гитаристов всех времен инородов. Ну, британский журнал, он, правда, включен. Вот так вот. Ну что ж, аплодисменты. Также 45 лет назад родилась Лара Фабиан. Посмотрим. Критики называют голос Лары Фабиан ангельским. Их классифицируют его как лирическое сопрано. Умело используют высокие ноды эстрадного регистра. Это прекрасная певица. Ну, действительно прекрасная. Действительно потрясающая. Всех поклонников Лары Фабиан мы поздравляем с днем рождения. Она что-то пела, пела, а в последнее время мы ее не слышим, например. Ну, ты знаешь, я тоже... Ну, знаешь, ей, по-моему, даже как-то и... И петь уже не надо, да? Да, она уже как веха себя зарекомендовала, как бы, оставила свой чекпоинт просто в музыкальном мире. Ну, и появляется где-то вот по своему желанию. Еще, друзья, еще история. Ричард Никсон. Да, его представлять, наверное, не надо. Фото, пожалуйста, президент United States of America. Впрочем, напомню, что это 37-й президент Соединенных Штатов Америки. На президентском посту Никсон проявил себя умеренным консерватором, осуществлял централизацию исполнительной власти. Он стал первым и единственным президентом США, ушедшим в отставку до окончания срока президентства. Сам, да? Почему все президенты, вот у них вот прям видно, президент. Ну... Если бы он шел по улице, я бы увидела и сказала, о, президент. Я думаю, что у американцев просто есть свой прообраз, как бы, да, и у них нет определенного человека, у которого там инстинкт-лидера стать президентом, он просто не берет. Вот, на президента похож. Посадите его, имидж создайте. Посадили, и все, и рулят за него просто. Ну что ж... Это же Америка, друзья мои. Сегодня также день рождения у герцогини Кембриджская. Сегодня ей 33 года. Ну, вот такая вот она красивая. Кейт Милтон? Да, потрясающая. И фортанула, я бы сказала. Ей очень сильно. Это сейчас женщина в тебе говорит такая. Да, это не ляля, не слушайте ее. Понимаете, это просто женское такое. Фортанула слегка. Да, любая женщина сейчас подумала, как фортанула. Она родилась, чтобы стать герцогиней. Вот очень здорово. Поэтому от этого и появляются, понимаешь, мечты девичьи о сказках. Но я уверена, что 15 января она посетит арт-центр в школе Burby Primary, что-то такое на западе Лондона, где-то там. И расскажет, я думаю, много интересного, но и пожертвует тоже очень много, потому что она очень сильно занимается благотворительностью. Занимается ли благотворительностью наш гость? Сейчас мы узнаем Бексултан здесь прямо сейчас. Здравствуйте. Привет, привет. Хорошо. Привет. Приветствую. Привет, садись. Очень рады тебя видеть. Взаимно. Спасибо. Ты сказал, что мы можем называть тебя Бекс. Да. Бекс-найс, да? Да, это мой псевдоним. Под этим псевдонимом именно молодого человека знают как в Штатах, так и у нас здесь в Казахстане. Все верно. Я Бекса знаю под таким образом энергичного парня, можно сказать, лицо какой-нибудь компании по производству батареек, электричества и так далее. У Бекса всегда огромное количество энергии. Ну, Бекс, рассказывай. Давай представим. Представим. Бекс. Бексултан Нургали, кинопродюсер, закончил Нью-Йоркскую киноакадемию в Лос-Анджелесе по специальности кинопроизводство. До этого учился во Флориде на финансиста. Все верно. Сейчас будут вопросы. Мы хотим слышать очень интересные ответы о наших заграницах. Каково там работать, каково там учиться. Ну, на самом деле, вот вы правильно подметили, что очень многие люди путают туризм с эмиграцией. Это действительно так. И приезжают туда порой не готовы к тому, что новая страна им может предоставить. Америку очень часто путают. Ну, не то, что путают, ее называют страной возможностей. Но они забывают тот факт, что в Америке очень много еще и конкуренции одновременно. И поэтому ожидания порой не всегда сопоставляются с реальностью. Вот. Но на самом деле страна очень интересная. Там много всего нового и необычного, что интересно открывать, когда первый раз туда попадаешь. Так, и рассказывай, что такое вот три основные вехи. Что должен знать человек, попадая в Америку? Твои советы. Вот, во-первых, ну вот я скажу сначала, я учился в международной школе. И, в принципе, на английский у нас был довольно такой сильный упор. Это во Флориде? Нет, это в смысле в Алма-Ате. То есть, когда я учился в средней школе, я учился, там было много английского. Но даже прилетев в Америку уже... Тут как бы ты такой, у тебя все спрашивали, Бек, слушай, это какое время? To be continued или там... Да, да, да. A simple, ты такой, о, да вы знаете, ребята, это же... Примерно так. А потом, когда ты туда прилетаешь, тебя уже спрашивают что-то вроде, какой сэндвич ты будешь. И ты там им говоришь, ты не знаешь название хлеба, потому что тебя об этом, в принципе, в школе не учили. И тут ты уже такой стоишь и думаешь, повторяешь, что человек до тебя заказывал, потому что ты не знаешь, как называется другой хлеб. Ну вот как-то так. The same. Да, the same, the same. И вот 2-3 месяца, конечно, когда вот этот языковой барьер преодолевается, это вот довольно такое тяжкое время, когда нужно вот вникать в культуру именно. Вот, так что да. То есть, в принципе, при желании выучить хорошо английский, приехать за сколько можно, вот такой вот, знаешь, обиходный, я бы сказала. Ну, опять же, мне кажется, это зависит от стартовых данных и, конечно, от среды, в которую ты попадаешь. Очень часто, я сейчас быстро говорю, очень часто казахи попадают, например, в Бостон, где много других казахов, и они не попадают в ту американскую среду, где, по сути, одни американцы. И из-за этого, конечно, их развитие английского языка не такое быстрое, каким бы оно могло быть. А акцент чувствуется? У некоторых сильно, у некоторых нет. Зависит от ли. Я знаю людей, у которых вообще чистый английский, как будто они там родились. А мне так интересно, когда дети, допустим, живут в Америке какое-то время, приезжают сюда, и все время пытаются говорить, как американцы, а вот с таким акцентом, типа, крутой, что-то такое есть, да, наверное? Да, бывает, да. Бывает, да. Да, бывает. Расскажи, приходилось ли тебе там зарабатывать деньги? Да. Но это, на самом деле, было, как бы, нелегально, потому что студенты там не имеют права работать. Там определенно по квоте 8 часов в неделю, да, или сколько? Да, это если парт-тайм работать. Но, например, парт-тайм, грубо говоря, когда ты студент там, ты фулл-тайм студент, то есть ты учишься примерно 40 часов в неделю, учитывая домашнее задание и все такое. А парт-тайм – это меньше 20. Но, как правило, легально можно работать, вот, как бы, парт-тайм – это в то время, когда, получается, именно университет предлагает работу. Угу. В Флориде были такие возможности, когда университет сам предлагает, а уже в Лос-Анджелесе такого не было. И что ты делал во Флориде? Чем ты зарабатывал? Ну, так как… Во Флориде я не зарабатывал. У меня вот была возможность там устроиться каким-нибудь кассиром или еще чем-то, но мне в тот момент это не было интересно. Все-таки первый год в Америке. Ну, да, что там, ну, собственно. Да, грубо говоря. А вот в Лос-Анджелесе бывали такие случаи, когда там звали, там, не знаю, на съемочную площадку что-нибудь поделать тут, поделать там, поделать. В принципе, за день можно было там 200-300 долларов заработать. Но это не так, что там каждый день в течение 30 дней. То есть ты где-то заработал раз в неделю, все, а потом проел их на следующий день? Ну, да, да, это так. Просто как, когда нечего делать, тебя позвали такого, ну, давай пойду, и когда им нужна там лишняя рабочая сила, и плюс опыт, соответственно. Вот, в принципе, лишним не было. Ну, классно. Слушай, а вот ты начинал, я так понимаю, учиться на финансиста, но потом все-таки ушел в творчество или как? Да, то есть получилось так, что я в детстве всегда мечтал быть финансистом в школе, и мне это все время нравилось и как бы привлекало мой интерес. А позже, я закончил школу довольно рано, в 16 лет, и пропуская все эти всякие A-level обычно, куда люди ходят, я сразу поступил в университет, и было довольно тяжело учиться на финансиста в 16 лет. И получилось так, что я решил сменить профиль, учить что-то более такое креативное, для души, и вот развиваться именно в таком творческом подходе. Да, да. Но в итоге сейчас, вот пару лет назад все-таки понял, что финансы для меня все-таки тоже интересуются. Это была мечта. Да, и я хочу ее дальше, конечно, продолжать осуществлять. А цель финансиста, кинорежиссера какая? Не, я на самом деле себя как кинорежиссера не позиционирую, больше как продюсера. Как бы хотел им стать. А все-таки киноакадемия. Можно такой личный вопрос? Да, конечно. Мы недавно обсуждали, что у нас и Люся Иркова, и Влад Длинок хотят очень в кино. Скажи, вот в Штатах во время обучения, как вот до сих пор школа Станиславского, она все еще первичная, или какие-то новые тенденции появились? Вот какие ты вот сейчас вот молодым актерам какие-то советы дашь, на какие школы обратить внимание, чтобы добиться успеха? Очень интересный вопрос. У нас не очень много, но несколько казахов учились в академии Лист-Разберга, театральной академии Лист-Разберга, и там их учили по Станиславскому. Они играли довольно, играют, ну в смысле, довольно хорошо, их метод очень такой правдоподобный, реалистичный. А в нашей академии учат и Станиславскому, и другим методам тоже. И как бы, насколько я знаю, для кино все-таки другие методы, более новые, они более эффективны. Насколько я знаю, я в актерский никогда так не уходил, но в принципе, мне кажется, это имеет место быть, потому что все-таки театр и кино – это два раза. Это разные вещи, да. Все-таки, наверное, актерам театра, это все-таки школа Станиславского, где ты входишь в образ, не забудешь закрыть за собой дверь, и в нем держишься постоянно. Нежели актер кино, из которого режиссер прямо на съемочной площадке для дубля вытаскивает что-то определенное, как бы, да, и забывает, в принципе. Ему уже, как бы, не важно, что будет дальше. Главное, что я получил от него. Бекс, мне интересно, вот, наша молодежь, допустим, копит на машину, на квартиру, на какую-то заграничную поездку. А как в Америке обстоят дела? То есть, молодежь, они копят или они живут? Можно сейчас я предвосхищу ответ? Нет. Ты скажешь, да или нет. Ты просто там больше был, но молодежь копит на образование, потому что, если у тебя есть образование, потом у тебя, хоп, так раз, как на карусельке. Ты можешь машину получить. Мы за кэш привыкли. Ты же тоже жил там, да? Мы привыкли за кэш получать все. Там, если у тебя есть образование, у тебя есть хорошая работа, ты можешь хоть завтра пойти, взять финэншн и, собственно, взять новую машину. Я прав или нет, Бекс? Что ты думаешь потом? Ну да, да, на самом деле, вот, на 90% прав. Все-таки образование прям... Образование имеет огромную роль там, которую, то есть, люди вкладывают в себя и в образование. Но очень часто бывает, в Америке вообще такая культура, что, когда тебе исполняется 18 лет, тебе родители говорят, все, ищи работу. Ищи работу. Если у них есть возможность, они еще оплатят тебе университет, но по окончанию которого, все, ищи работу. Хочется сейчас так же просто между нами, нам режиссер вуха передает, сказать, все, ищите рекламу. Ищите рекламу на нашем канале. Это хитист. Ну, не переключайтесь. Не переключайтесь, мы продолжим. Еще раз доброе утро, если вы только что к нам присоединились. Я напоминаю, что это студия 156 на канале ХИТ-ТВ. И сегодня мы разговариваем о том, как же нашим людям живет и работает за границей. И воспринимаем их адаптацию здесь. Сегодня у нас в гостях молодой талантливый режиссер, продюсер и финансист. Султан Нургалит. Бекс. Найс. Бекс. Мы очень рады, что ты пришел. Прямо такая беседа живая, очень интересная. Мы, я думаю, продолжим. Дорогие телезрители, это студия 156. Звоните 267-60-67, 267-60-68, код города 727. Вы свяжетесь с нами напрямую. Но у нас уже есть звонок. Борис дозвонился к нам. У него есть наверняка вопросы и ответы на наши вопросы. Привет. Здравствуйте. Борис, здравствуйте. Доброе утро. Вы работаете за рубежом? Нет, в Алмате. А, может быть, вам приходилось в жизни работать за рубежом? Я бывал в Гонконге. По работе? Да. Так, и как все прошло? Как долго вы там были? Пять дней. Ну, не так много. Да. То есть там открывалась линия, беспосадочный перелет, безвизовое посещение Гонконга. Алмата, Гонконг. Это в 2012 году, по-моему, было, да? Да, я там организовывал музыкальную участие в мероприятиях. Здорово. То есть вы творческая личность? Ну, так. Борис. Ром, ты запомнил, как зовут человека? Если продюсеров называть творческими личностями и организаторов, то, наверное, так. Ну, это все творчество. Вы вкладываете душу, безусловно. Слушай, ты считай, приехал сразу, ты в голове же все, оплатить одному, другому, третьему, там найти, продать рекламу, может быть, в сериал, договориться с артистом, это все же на тебе было. Не, не, не совсем. Я больше как бы в этих проектах выступал как проектный менеджер, набирался опыта в плане того, чтобы смотрел, грубо говоря, на продюсеров, как они это все работают. Потому что все-таки системы, как в Штатах и здесь, они довольно разные. Хоть они и похожи, они очень специфичны для каждой области. И, соответственно, очень многое того, что меня обучили там, неприменимо здесь изначально. Поэтому приходилось немного себя там приучивать заучить. Да, как и наоборот, соответственно. Так всегда, да? Ну, это ментальность. А казахстанцы патриоты за границей? А вот бывают разные случаи. И такие патриоты, прям очень патриоты. Я чаще встречала патриотов, которые прям гордятся. Я из Казахстана. И вот они прям носят вот такие футболки, как Роман Миронов. Причем там даже есть такой же район, который похож на Кэмптон. И там ходят казахстанцы. Я из Казахстана, и ты не... Давайте вспомним, друзья, о известных казахстанцах, которые работают не только в нашей стране, но и за рубежом. Сразу же хочется вспомнить про Марата Бесингалиева. Он недавно провел мастер-классы для скрипачей. В прошлом году это было в городе Алматы. В мастер-классе, который прошел в концертном зале Музея народных инструментов, приняли участие талантливые студенты из города Астаны, Тараза, Октау, Омска и Алматы. Сам маэстро Марат Бесингалиев отказался от гонорара, а просто поделился опытом с подрастающим поколением. Далее. Кто еще? Самая ближайшая страна, с которой самая длинная в мире по протяженности сухопутная граница, конечно же, Российская Федерация. И самый известный музыкант, кто там из Казахстана? Байгали Серкибайев. Верно, Байгали Серкибайев. Дядя Боря. Как называют его? Дядя Боря. Многие, кто имеет на это право. Казахстанский музыкант, продюсер, автор песен, заслуженный деятель Республики Казахстан, сын народного артиста СССР, оперного певца Ермека Серкибаева. Ну, успех группы Астудио напрямую связан с Байгали Серкибаевым. Абсолютно. И да, то есть были там какие-то разногласия с Батырханом. Батырхан отдельно сейчас звезда, отдельный эстрадный певец. Но все равно они оба, да. Но Астудио, да, когда Батырхан ушел и снова... Никто не верил, никто не верил, что Астудио заживет вновь. Но дядя Боря доказал обратно. И сейчас у группы Астудио снимается кто? Игорь Крутой играет Клерка в клипе. Да, играет на пианино и Клерка. Также всем, кто помнит сериал «Перекресток», Алексей Шемес тоже работает на две страны. Вот, собственно, и все. Это самый брутальный актер казахстанская страна. Узнаваемый, да, действительно узнаваемый казахстанец. Продолжим. Сауле Рахмедова, заслуженный деятель РК «Кавалер Ордена Курмет», ведущая солистка Государственного академического театра оперы и балета имени Абая, долгое время танцевавшая в Нью-Джерси Балет. Там Сауле, вот на фото она, кстати, исполняла ведущие партии в спектаклях «Жизель», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Спящая красавица» Раймонда Баядерка. Я еще не закончил, потому что два очень важных спектакля, я сейчас назову, «Щелкунчик», а также «Ромео» и «Джильятта». Это твоя, честно. Это наша казахстанка, которая получается, это что значит, если ты танцуешь в балете солирующую партию? Это значит, ты the best of the best в этой труппе, а это, извините... Называется «Прима». Знаете, для тех, кто спортики, вот сейчас векс тоже будет интересно, Владимир Познер однажды сказал, вы знаете, я однажды видел игру Майкла Джордана, и это примерно как Майя Плесецкая. Вот все смотрели балет, и была Майя Плесецкая. Вот я смотрел баскетбол, и Джордан это было что-то другое, это был не баскетбол. Да, это было вау. И последнее, друзья, очень важная информация, Линда Нигматулина. Наша общая подруга, совершенно верно, тоже живет в Москве и Алматы. Певица, актриса. Более того, она еще и спортом очень хорошо занимается, и конным спортом увлеклась недавно. Очень, как это сказать, вегетарианка, она... Веган даже. Ну, больше, да, с той сильной стороны вот этого дела, это она. Я наблюдаю за Инстаграмом Линды, она очень простой человек, такой же, как и все, без звездности. Мне нравится, вот ты скажи, если, допустим, ты встречалась прям таких звезд-звезд за границей? Да. Как они себя ведут? А вот, честно, по-разному. Вот, например, я встречал Шая Лабефа, актера, он играл в «Параной», в «Трансформеры». Отличный актер. Ну, кстати, да, очень классный актер. Отличный актер, среди молодого поколения Голливуда. Ну, кстати, он бросил вот... Прямо мой фаворит. Коммерческое кино, и ушел в арт-хаус полный. И вот я увидел его в аэропорту, когда летел с Нью-Йорка в Лос-Анджелес. И я узнал его, как бы, говорю, и подхожу к нему. Обычно я никогда не подхожу, потому что все-таки у людей, звезд, у них много в голове творится. И нужно иногда им дать, да, дать им покоя своего. И я к нему все-таки решил подойти, просто спросить, там, как дела. Ничего, ни автограф, ни прийти, просто подхожу, говорю, чувак, ты Шая? И он говорит, нет, нет, и убежал. И потом я захожу, думаю, может быть, я перепутал. Захожу в Google посмотреть Шая Лабеф 2014 или там 2013, не помню, какой год. И у него вот у этого, ну, парня, которого я увидел, у него была вот здесь, как бы, усы такие сбритые, довольно-таки специфичные. И на фотке была фотография, где он был, как бы, уже усатый. Я посмотрел, думаю, так, он. Вот лицемерто, лицемерто. Еще он сидел в первом классе, как бы. И когда я зашел в самолет, смотрю, он в первом классе, я думаю, а, ну, значит, это 100% он. Ясно. А вот у нас, кстати, видео есть о Лине Нигмадулиной. Давайте сейчас посмотрим, что эта девушка умеет. Вот, вот. Это танцы со звездами? Какая молодец. Мне образ мужчины нравится. Красавица, талант и вообще... Это вот какая-то, сейчас поменьше была, индийского танца, да, с R&B. А ты наших звезд не встречал за границей в Америке? Ну, Тимура Бекумбетова, если его можно назвать нашим. Все-таки он себя позиционирует, как российского режиссера. Но все-таки он наш. Но мы будем пози... Нет, давайте так. Он позиционирует себя, как, может быть, международный режиссер, но мы будем говорить, вы ждать, Тимур Бекумбетов. Наш. Вы не. Наш. Нет, нет, давайте не будем. Тимура, а ну вы о чем, а? Но все-таки он наш. А Сулбек Инсепова там видел. А так даже не могу припомнить еще кого. Ну, вот, наверное, только их. А вот Тимур к нам приходил на мастер-класс сдавать еще. То есть, может быть, ты преследуешь мечту, если вдруг финансы тебе надоедят, и ты захочешь снова уйти в творчество. Ты бы хотел преподавать нашим казахстанским молодым людям какие-то азы кинематографа или то, чему учился ты? Ты готов рассказать или ты считаешь, что у тебя недостаточно опыта и всего прочего? Ну, вообще, все возможно в этом мире, я считаю. И, в принципе, будет время, как говорится, будет желание. И я думаю, что со временем, если действительно у меня появится желание это делать, то я найду и опыт, и возможности это все донести. То есть, это не крест на твоей творческой деятельности? Я так думаю, в принципе, спроса. Не, я не хочу говорить крест или не крест, я просто пока отхожу от этого. У меня диплом есть, у меня эти знания есть, и они применимы в любой момент, когда я захочу. Просто сейчас, в данный момент, мне это не доставляет полного удовольствия, которое, я думал, будет доставлять. В итоге я решил немного делать то, что мне больше нравится. Поэтому такие дела. Ну, так же, как и мы делаем то, что нам нравится, так же, как и наши зрители. Давайте напомним телефонные номера. 267-60-67, 267-60-68, код года 727. Сегодня очень интересная тема, потрясающий БЕКС, который столько всего знает. Ну, я бы к тебе походила на курс. Ой, спасибо. Вы меня смущаете. Я бы послушала бы тебя. В общем, мы разговариваем о том, каково это работать казахстанцу за рубежом. Именно работать. И я напомню, друзья, для вашего стимула, если вы все еще думаете, у нас есть еще время принять звонок. У нас есть билеты на елку вместе с Нюшей. 10 января она пройдет во дворце республики города Алматы. Поэтому рассказывайте. Нам очень интересно, каково это работать за границей. Ведь очень многие в Китае, в Эмиратах, в Штатах, в Европе. Но у нас, кстати, все нефтяные дела. Многие живут. Ну да. А знаешь, что... Многие живут. Продают. Нет, продают. Почему? Продают нефть в хорошем смысле этого слова. Вот в Румынии, я сейчас скажу, недавно мы были, 150 экспатов, но если мы называем экспатов тех, кто работает в Казахстане, то в Румынии около 150 сотрудников одной крупной компании работают там. Очень прикольно было увидеть их, там их семьи живут, дети учатся. Они сожалеют о том, что... Я вот разговаривал просто, да. Сожалеют о том, что дети нехорошо знают казахский язык, что этому нужно учить, там традиции какие-то. Потому что они уже по три года там проводят. Поэтому, друзья, я уверен, что среди вас, среди телезрителей есть те, кто где-то работал, и ваш опыт очень нам интересен. А мне нравится, когда здесь иностранцы, которые работают именно в Казахстане, они хорошо отзываются о том, что им здесь очень нравится. Им нравятся условия, им нравятся люди, им нравится гостеприимство. Тот же Сергей Зверев, который вел у нас блондинки в загоне, он говорил, когда вы снова меня позовете в Казахстан? Я так скучаю! То есть Казахстан это вот как-то зарекомендовал себя как гостеприимное... Что? Я тебе объясню, просто... Ромин взгляд был бесценен просто. В Москве к нему... Мадина на линии, Мадина, секунду, сейчас мы про Сергея закончим. Там он... Слышь, Сережка, ты это, постриги, а у нас там Сергей Зверев. Нет, ну все, мы гостеприимная страна, да? Конечно. Мадина, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы интересного нам расскажете? Ну, я хотела рассказать, что со мной приключилась случайно такая история. Я была в Стамбуле, приехала к подруге, и она меня пригласила на мастер-класс. То есть мы прошли трехдневный мастер-класс у одного известного свадебного фотографа, вот. И после того, как мы прошли, ну, мне это очень все понравилось, потому что это было неожиданно, вот. И где-то через неделю у ее знакомых была свадьба. Я предложила ей, давай-ка вот поработаем, и свои знания, которые мы получили за этот трехдневный, как бы, мастер-класс, решили, ну, как бы, использовать. Вот. Ну и заработали немножечко денег, да? Ну, это было просто все. В смысле, поездку отбить сразу решили. А, так, как проходит свадьба в Турции? Ну, я вам скажу, как сказать, не так, конечно, как у нас, потому что у них очень много всяких своих традиций, которых они придерживаются. Мне хотелось просто немножко разбавить это, то есть я тоже где-то свою фантазию включила. Вот, мы с ней вдвоем начали просто делать интересные кадры, вот. Ну, как бы, используя то, что нам сказал тот фотограф, и мне хотелось тут же это все воплотить. Вот. Вот, ну, идея им понравилась, и они с удовольствием все позировали, потому что для них это было немножко что-то новое, потому что, ну, как бы, они очень такие скромные все, на самом деле, вот. Вот, ну, немного стеснительные, приходилось вот это все ломать. Отзывы какие потом были у ваших работ? Отзывы хорошие, да. Они говорили, они говорили супер. Ну, ваши навыки пригодились здесь, в Казахстане? Новые знания какие-то? Да, да. Ну, само восприятие, представьте, что ты на свадьбе в Турции, ты местный человек, и тебе говорят, что у нас сегодня иностранный фотограф девушка. Да, да. А как восприятие, да? Привезли из-за границы, значит, круто, значит, ого, статус. Мадин, спасибо большое, вы один из претендентов на билет. Мы сейчас ко мне будем пробовать мое варенье сегодняшнее. Я сразу говорю, краешки... У нас традиция паровозиком ехать на кухню. А, хорошо. Как мне? Да, я в этом паровозе участвовать не буду. Рома, давай, давай. Под какую-нибудь веселую песню. Вилки разбираем. Краешки немножко подгорели. Что здесь получилось? Краешки немножко подгорели. Из центра берем, из центра. В Корее тауне тоже скажут, немножко острый. Чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Леша, я знала, что... Как это называется? Вафлю или как называется? Ля-фути. В Кафути. А, Кафути. Ля-флю. Ля-флю. В общем, это потрясающе. Спасибо еще повару сайту Намном Кезет за предоставленный рецепт, за вкусные и свежие продукты, приготовленный Леша Мамаем с любовью. В такой вот розовой хорошей коврочке он за это сделал. Билеты, внимание. Да. Кому достаются билеты? У нас четыре билета, и мы просто подумали, решили, что лучше всего. Еще раз сейчас мне режиссер в ухо говорит, он утверждает. Мы с ним очень согласны. Это Берег. Поздравляем. И Камиля. Аплодисменты. И Камиля. Вы идете на Нюшу 10-го числа, поэтому как забрать билеты, с вами свяжутся обязательно наши редакторы и расскажут. Бекс, от тебя несколько советов тем, кто сейчас, возможно, хочет поработать или уже работает и смотрит нас из-за рубежа. Пожелание, я бы сказал. Ну, пожелание. Да, пожелание. Друзья, во-первых, хочу вам пожелать, самое главное, это упорство. Никогда не останавливайтесь, даже если что-то не получается. Всегда идите вперед. И просто поймите, что жизнь, она всегда бывает из черных и белых полос. Если черная полоса сейчас на вашей стороне, то значит скоро будет белая. Я всегда говорю, что черная полоса иногда бывает взлетной. Поэтому взлетайте, ничего не бойтесь. Это студия 156. На канале Кит-Ти-Ти-Ви. Спасибо. Мы вас любим. До следующей недели. До следующей недели. Субтитры сделал DimaTorzok